Избегайте этих ошибок с продуктами при отдыхе на природе, чтобы не отравиться. Летние отдыхи на природе могут быть одними из лучших времен года. Однако жара приводит к быстрой порче еды и отравлению. Поэтому следует знать, каких ошибок избегать, об этом сообщает РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на сайт Havpost. Пик частых пищевых отравлений приходится на летние месяцы, особенно на июль и август. Связь между теплой погодой и проблемами с едой возникает потому, что микробы любят теплое место, чтобы поселиться и размножаться. Ученый из пищевых продуктов Брайан Куок-Лера сказал, что с повышением температуры скорость роста микроорганизмов ускоряется. Эксперты назвали одни из самых больших потенциальных опасностей во время мероприятий под открытым небом – недостаточная термическая обработка мяса. Такие бактерии, как сальмонелла, вызывающие наибольшие проблемы пищевого происхождения, как правило, связаны с сырым мясом и птицей. Лучший способ предотвратить заболевание – убедиться, что все ваше мясо нагрето до нужной температуры, когда вы готовите на гриле, держите рядом термометр. Цвет и текстура не являются надежными показателями безопасности или готовности пищевых продуктов. Мясо должно быть приготовлено к соответствующей внутренней температуре и проверено с помощью пищевого термометра. Когда мясо приготовится, не кладите его обратно на тарелку, где есть еще сок из сырого мяса, хранение пищи при комнатной температуре. Еда на природе должна храниться с большим количеством льда и соответствующим изолированным местом. Например, холодильники. Хорошим правилом есть оставлять пищу при комнатной температуре не более чем на 2 часа. Бактерии могут плодиться при комнатной температуре каждые 15-20 минут. Салаты. Салаты, содержащие яйца, вызывают беспокойство. Поскольку они могут быть заражены бактериями салмонелла и вызвать серьезные заболевания, бактерии в первую очередь начинают размножаться на яйцах, картофеле и макаронах. Если вы приготовили салаты, в состав которых входят эти ингредиенты, до подачи на стол, держите их в холодильнике или термосумке. Если салат простоит под солнцем хотя бы час, он скоро испортится. Правильно храните фрукты. Свежие фрукты с толстой кожурой, такие как арбузы, дыни или яблоки. Будучи целиком, несколько дней могут хорошо сохраняться при комнатной температуре. Добавим, что приправы и соусы достаточно держать в закрытых упаковках и после использования снова закрывать крышку. Раньше мы сообщали, когда нужно применять калину и кому ее категорически нельзя. Также мы писали о способах, которые помогут сэкономить на покупке продуктов.